Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, что каждый нашел для себя что-то хорошее в этом странном году 2020. Сегодня я собираюсь рассказать про свои итоги года. Если кому-то это интересно, то оставайтесь здесь на следующие 2-3 минуты. Если нет, то прокручивайте дальше на мои фотосессии 2020. 10 самых лучших фотосессий, моих любимых фотосессий этого года. Я про них расскажу. Так, я ушла в тенёк. Теперь я могу рассказывать. Так, в общем, когда начался этот карантин, я, собственно говоря, начала делать видео. И моему ютубу вроде как года три, но, по сути дела, начался он только с карантина. Потому что у меня появилось много времени, и я научилась тому, как вести социал-мидиа. И вообще, что это серьёзная вещь, которую нельзя забрасывать, и которую надо вести по расписанию. Вот. Это, конечно, до меня долго доходило, но дошло, наконец. Мы были в Аргентине, в Буэнос-Айресе, когда начался карантин. И пришлось уехать. В Америке успели посетить 8 штатов. Это были Юта, Калифорния, Аризона, Невада, Мичиган, Висконсин, Иллинойс и Нью-Мексико. И там было очень красиво. Как бы благодаря ковиду я увидела очень много Америки. Очень много красивых мест, которые я бы никогда в жизни, наверное, не посетила, если бы не пришлось находиться в Америке так долго. Ещё три месяца летом я провела в Мексике. Было жарко. Но Мексика замечательная страна. Я всем сердцем люблю Мексику. И мне кажется, что у меня три любимых места в мире. Это Москва, Киото. И, ну, не знаю точно, где в Мексике. Я очень люблю Мексико-Сити. И я люблю Плая Дель Кармен. Потому что здесь я провела три месяца летом. И теперь я вернулась на ещё два месяца. Многие мои мексиканские друзья, которые живут в Америке, говорят, что я более мексиканец, чем они, потому что я провожу в этом году гораздо больше времени в Мексике, чем они, опять же. В чём-то правда. Так, по итогам в цифрах, если быстро, то за этот год я провела 35 фотосессий для людей. 14 из них были в Плая Дель Кармен. 10 из них были в Сан-Диего, Калифорния. Потому что все в Сан-Диего, они просто хотят делать фотосессии. Это было просто что-то. Каждый день у нас либо съёмка видео, либо съёмка фотосессии. И я познакомилась с таким количеством замечательных людей, что я очень хочу вернуться назад. Так, дальше. Ютуб. Ютуб вырос с тысячи или даже меньше того до 10 тысяч, или сейчас уже почти 11 тысяч. Это очень большой рост. Я не ожидала, на самом деле, такого. Я не ожидала, что людям будет настолько интересно смотреть на то, как кто-то кого-то связывает. Но окей, хорошо. Мне даже начали присылать e-mail с благодарностью, что мои связывания не сексуально-эротические, а красивые. И что я рассказываю про то, как можно душу вкладывать в шибари, а не просто для, в общем, тех самых целей его делать. И меня это очень радует. Меня радует, что вы улавливаете мой вайб, то, что я вкладываю всю душу в моё шибари и пытаюсь развивать идею, что шибари — это не только BDSM, что шибари — это так много всего другого тоже. Итак, вернёмся в тенёк. Наконец-то люди уделяют просмотру моих видео больше времени, чем я уделяю их созданию. Я выпустила 70, 70 публичных видео за эти полгода. Нет, ну, побольше, чем полгода. Но в любом случае, не так уж и много времени это прошло, да, с ковида, когда он начался в марте, наверное, в марте. И вот с марта я выпустила 70 публичных видео. 31 непубличное видео, которое есть только на патреоне, только для людей, которые действительно готовы это видеть. Вот. Там у меня тоже был значительный рост до 30 человек. Называется каждому по видео. Верёвочная медитация, моя любимая, нашла отклик в людях. В общем-то, 15 из моих людей на патреоне — это те, кто поддерживает медитацию, которые делают её со мной каждую неделю. И я очень-очень рада, что медитация действительно нашла отклик, и что людям, которые не могли заниматься медитацией раньше, теперь стало гораздо проще благодаря верёвкам. Они действительно помогают концентрироваться. И если суть медитации в том, чтобы освободить свой мозг от всего, то верёвки действительно помогают, потому что концентрация идёт на верёвки, а не на что-то там ещё. И вот в эти 15, 20, 30 минут медитации действительно ни о чём не думаешь, кроме верёвок. Так, ещё в этом году была одна совместная выставка в Москве. Это, конечно, не очень успешно, но что поделаешь. Выставки отменили, музеи отменили, ничего не было. Как смогли. Так, что ещё? А, ещё я попробовала 5 новых поставщиков верёвки. И мне, в принципе, все понравились. Кроме верёвки с Амазона. Вот та была прям плохая-плохая. Любимые, которые могу выделить, это была Epicrop и Amatsunawa. Epicrop из Канады, а Amatsunawa из Калифорнии. Особо рассказывать не буду, потому что рассказала много вот в этом видео. Там прям всё подробно выложено. Я надеюсь, что кто-нибудь мне поможет сделать субтитры очень скоро к этому видео. Ещё одна потрясающая новость в том, что на моём курсе теперь уже аж 18 студентов. И я так рада, что есть люди, которые учатся у меня, потому что тогда, возможно, если мне захочется связаться, то я знаю, к кому идти. Говоря о моей настоящей работе, она, конечно, изменилась с этим вирусом, потому что раньше я занималась туризмом и вечеринками. Но, увы, туризм отменился, вечеринки отменились, пришлось думать о чём-то новом. У меня ещё была такая подработка на стороне, я учила языкам. И вот эта подработка на стороне во время вируса стала моим основным, так сказать, источником действия, дохода. И я дала, сколько, 553 урока японского языка людям со всего мира. Так что кто-то теперь знает немножко больше японского, чем они знали его до вируса. И не побоюсь сказать, это из-за меня. Так, ну, хватит про мои успехи этого года, пора рассказать вам про фотосессии и про то, насколько интересны они были. Поехали! Так, ну давайте поговорим про фотосессии, наконец-таки. Самая первая — это фотосессия в снегу, которую я сделала в Туаламе, когда был самый первый месяц карантина. Там было очень, очень снежно, и это март. Угу, это март. Просто мы были на горе, и там были какие-то просто подозрительно большие шишки. И я решила, почему бы их не связать, потому что я связываю вещи, чтобы почувствовать себя ближе к какому-то месту. Вот, так что шишки, в принципе, выглядели очень хорошо в веревках. Вот они, немножечко фотографии шишек в веревках. Еще я начала делать медитации в Туаламе. И на этой фотографии особенно хорошо видно, что шишка все еще здесь. Вторая фотосессия — это фотосессия в Тахо. Это озеро такое замечательное. А это медведь. Я рисовала много медведей и других животных, потому что у нас их было много. Я вот кормила этих маленьких грызунов. И еще у нас были животные побольше. Медведи. Вот. Это такой большой-большой медведь на нашем заднем дворе. Было, конечно, немножко страшно, но медведи там довольно спокойные. Они приходят просто, осматривают обстановку, иногда спят под домом, что не очень хорошо. Иногда пьют ваш ротбол, ну и потом уходят. Вот. Мы видим, как медведь уходит. Просто гуляет по какому-то району, да. Так что это меня вдохновило рисовать медведей и Шейна купить штаны с медведями. Вот. Это была наша фотосессия. Ко мне приехала Виктория. Немножечко за кадром информации. В общем, Виктория с мужем приехали к нам из Лос-Анджелеса, и мы решили сделать фотосессию утром. Мы, конечно, попытались проснуться с рассветом, но у нас не получилось. Хотя мы проснулись все равно довольно рано, и свет был замечательный для фотосессии. Я делала целую сеть на Вике. Мы нашли место, в котором почти не было людей. Какие-то лазальщики по горам, конечно, подходили. Немножко странненько было, но все было в порядке, потому что это Калифорния, и люди странные. Им, в принципе, без разницы, что ты делаешь там на улице. Так что вот наши фотографии. Замечательная Вика в моей сети. Следующий это фотосессия в Тахо, еще одна. Там были потрясающие закаты, и я решила, что мне нужен фотосет с русалкой. Это Кэти, и мы решили просто залезть на педалборд и проплыть к камням, которые в середине реки. О, озеро. Ладно, вру, не в середине. Очень, очень близко. Но, чтобы до них добраться, в любом случае, надо залезть на какую-то лодку или на эту доску. Было немножечко стремновато ехать туда на этой лодке вместе со всем оборудованием, но мы это сделали. Было очень весело. И Кэти действительно похожа на русалку, потому что она постоянно в воде, постоянно близко к воде. Так что вот моя персональная русалка. Следующий фотосет. Это наш фестивальный фотосет в Лас-Вегасе. Всем очень-очень скучно без фестивалей, поэтому мы хотя бы сделали фотосет на эту тему. И, к счастью, Руси очень хорошо танцует. Она гого-дансер, и поэтому у нас прямо замечательная фотосессия получилась. Я сделала ей особый костюм для танцев, и она привела с собой своего замечательного бойфренда с собакой. Так что мы позадействовали их всех для фотосессии. Иногда получается плохо, когда просишь людей танцевать. Они просто стоят и не знают, чего же делать-то. Но вот с Русей проблем не было. Это место, в котором мы сделали фотографии примерно полчаса от Лас-Вегаса. И это каньон с очень-очень красными камнями. Если поехать чуть-чуть подальше, то можно приехать в еще одно замечательное место. Но у нас не было времени ехать дальше. Теперь мы дошли до номера 4. Фотошот, который был Inspired Houdini. Модель Карла написала мне в инстаграме, что ей нравятся мои веревки и так далее. И она предложила мне миллион разных идей для фотосессии. И, конечно же, я не могла сказать нет. Мне так хотелось сделать хотя бы две из них. Так что мы сделали Houdini фотошот. Она привезла зайца даже. Посмотрите на этого зайца. Это было так смешно. И потом мы сделали еще один фотошот с Карлой в костюме эльфа. Или в виде эльфа. Мы думали о том, что, наверное, это мозг в веревках. Связанный мозг, когда ты думаешь о стольких вещах. Но потом ты сближаешься с природой и веревки спадают. Фотошот номер 3. И это фотосесс Кейти. Было очень весело и очень красиво. Кейти приехала к нам из Л.А. в Сан-Диего. И это, поверьте нам, было абсолютно оправдано. Мы сделали огромное количество чувственных фотографий. И узнали друг друга немножко лучше. Потому что мы до этого около года или больше разговаривали по инстаграму только. Следующий. Это мой самый радужный фотосет. В общем, мы познакомились с Abigail на улице в Остине. Я подошла к ней, чтобы просто спросить, что она делает сейчас. Они делали какую-то странную вещь с зеркалами на улице, с друзьями и камерами. И это оказалось музыкальное видео. И я спросила, а можно ли мне тебя завтра пофотографировать? И она такая, да, конечно, давай пофотографируемся. Так что мы собрались вместе с Abigail. Я какой-то самокат, который нам помог очень сильно. И Abigail. И эта замечательная стена в Остине на самом деле популярная. Но я не видела так много прям фотографий с ней. Так что я очень горжусь своей радужной фотографией этой Остинской стены. Что всего лишь 20 минут мы провели в съемках. Мы успели сделать видео, фотосет с, можно сказать, двумя локациями. На самом деле мы просто щелкнули в сторону стены и в другую сторону. Почти не было людей вокруг на самом деле. Потому что в Остине в ковид прямо очень печальная ситуация. Там сплошные бездомные на улице. И бездомные больше не просят денег. Они теперь просят еды. И это очень печально. Но не будем о печальном. Вернемся к фотосессиям. Мой любимый фотошут. Еще один. Предпоследний. Это фотосет моих двух друзей Иго и Стив. Которые живут в Остине. Мы поехали в небольшое путешествие на машине. Для того, чтобы попасть на идеальное место для фотосессии. Потому что я хотела техасский пейзаж с полем. Поэтому ребята отвезли нас в замечательное место. В какую-то пивоварню. В которой было поле. Просто посмотрите на этих ребят. В них столько любви. Каждый раз, когда мы оказываемся рядом. Я чувствую, что их любовь через края просто льется на всех. И это потрясающие ощущения. Я очень рада, что нам представился шанс сфотографировать ребят. И даже сделать видео. И поделиться их любовью с еще большим количеством людей. Игорь Негода. Игорь Негода. И теперь мой самый-самый любимый фотошут, которым я горжусь. Просто считаю, что это наша лучшая работа за весь год. Это фотографии Сары и ее пока что еще нерожденного малыша. Который сейчас уже очень здоровый, милый и счастливый. Мы приехали на место рядом с Сан-Диего. С этими странными... С очень странным ландшафтом. Какими-то дырками в земле. И там вода. Мы хотели показать женственность, чистоту и чувственность. Было очень приятно и просто фотографировать Сару. Потому что все эти элементы в ней есть. И они очень яркие. В общем, это были все мои любимые фотошуты 2020. Конечно, есть еще. Но тогда видео будет еще длиннее, чем оно было. Я надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Такой большой, жирный лайк. Подписаться, если вы этого еще не сделали. И, может быть, даже нажать на эту колокольчик. Вот здесь вот. Или вот здесь вот. Я не знаю точно где. Это помогает другим людям увидеть мои видео. Я вас очень люблю, ребята. Спасибо, что остаетесь со мной. Я буду стараться делать больше видео на русском. Или хотя бы переводить мои видео на русский сверху голосом. Я желаю вам всем отличного нового года. Чтобы в 2021 году все-таки путешествия осуществились. Планы оставались планами. Ну или если вы хотите чего-то спонтанного, я надеюсь, что и это получится. Вяжите аккуратно, наслаждайтесь веревками. И не забывайте, что я, Вуду, вас очень люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...